МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня год 1927-й, к десятилетию революции. Булыжник, оружие пролетариата. Иван Шадр создает скульптуру «Булыжник, оружие пролетариата». Авиасейлс, оружие путешественника. И фильм «Октябрь». Впервые на экране был воплощен образ Ленина. И видим на плитах, что кровью намокли, Стоит за спиной Чемберлен в монокле. Новый враг. Чемберлен. Угроза войны и 58-я статья. Иди по республике, тревожная весть. Фронта нет, но опасность есть. Первые телефоны-автоматы. Еще не скоро попадет на работу директор завода. Но своему секретарю он может позвонить. Олехин. Русский шахматный чемпион. Капабланка письменно признал свое поражение. Браво Александру Алёкину! Положил начало установлению нормальных отношений между церковью и советским государством. Декларация митрополита Сергия. Церковь лояльна советской власти. Но не вся. Раньше, Чубчик, я тебя любила. И теперь забыть я не могу. Чубчик Кучерявый. Эмиграция поет про Сибирь. В 1927 году создан Осоавиахим. По моде того времени сокращено очень длинное название Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Эта официальная организация до конца социализма будет учить гражданское население страны военным специальностям. С первых дней советской власти Владимир Ильич Ленин призывал трудящихся защищать дело революции, идеи коммунизма. Быть всегда на чеку. Учиться военному делу настоящим образом. Пропаганда твердит, СССР во враждебном окружении. Сознательный гражданин обязан поддерживать Красную Армию и сам быть готовым к мобилизации. Миллионы людей добровольно вступали в созданные по инициативе партии оборонные организации. В 1927 году они объединились в единое военно-патриотическое общество Осоавиахим. Как и все советские общественные организации, Осоавиахим добровольно принудительный. Сотрудников госучреждений, студентов, коммунистов и комсомольцев записывают в него почти поголовно и собирают с них членские взносы. Советские люди хорошо понимали, что империалисты готовятся к новому нашествию на нашу страну. По стране развернут сеть аэроклубов, школ санитарок, курсов химзащиты, введут нормативы ГТО и ворошиловского стрелка. Идеальный Осоавиахимовец прыгает с парашютом, бросает гранату, бегает в противогазе и стреляет из винтовки. ГАЗ не остановит атаки. Когда настал суровый час испытаний, воспитанники Осоавиахима с оружием в руках поднялись на борьбу с гитлеровскими захватчиками. После войны организацию переназовут чуть попроще ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Учебные организации оборонного общества готовят будущих защитников Родины по многим военным специальностям. И можно быть уверенным, хорошая подготовка, полученная в организациях ДОСААФ, позволит курсантам, придя в вооруженные силы, в короткое время стать классными специалистами. Чемпионом мира по шахматам в 1927 году становится живущий во Франции русский эмигрант Александр Олехин. Он единственный в истории шахматный король, который останется непобежденным. В 1920 году Олехин успел стать первым чемпионом РСФСР. А в следующем году Родину покинул. В 1920 году был первый чемпионат страны. Играли в какой-то квартире неотапливаемой. Сидели все в валенках, в шубах и в шапках. Участникам выдавался паек. Селедка там была, папиросы и хлеб. И когда один раз паек задержали, участники объявили забастовку. Как он мог рассчитывать стать чемпионом мира? Получивший гражданство Франции эмигрант за пять лет достигает статуса главного претендента на мировую шахматную корону. Перед матчем в Буэнос-Айресе действующий чемпион Капабланка выглядит явным фаворитом. Олехин у него до того не выигрывал ни разу. Итог поединка 6-3 в пользу Олехина. Сыграно 34 партии. Этот рекорд продолжительности побьют только Карпов с Каспаровым в 1985 году. Главный судья останавливает часы. Вот он, долгожданный момент. Капабланка письменно признал свое поражение. Браво Александру Олехину! Да здравствует новый шахматный король! Новый чемпион мира, достигнув гармонии художника и спортсмена, покажет исключительный класс игры и обогатит шахматную теорию. К середине 1930-х, злоупотребляя алкоголем, Олехин проиграет матч голландцу Максу Эйве, но спустя два года вернет себе высший титул. На авротурнире в Голландии Олехин и Ботвинник вновь встретились за доской, и советский шахматист впервые победил Олехина. Он немножко неосторожно сыграл в дебюте. Наверное, он играл на ничью. И Ботвинник отправился к Олехину договариваться о матче на первенство мира. Ну, 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, и все было кончено. В 1946-м Олехин скоропостижно скончается перед началом поединка с советским шахматистом Михаилом Ботвинником. На могильном памятнике в Париже непобежденный чемпион назван гениальным шахматистом России и Франции. Год 1927-й. В Третьяковской галерее проводят ретроспективную выставку бубнового валета. Самого влиятельного авангардистского объединения русских художников. Полотна Лентулова, Машкова, Ларионова, Гончаровой в последний раз перед решающим наступлением соцреализма возмущают советского обывателя. Яркость красок и диковинное видение мира – это не только в искусстве. Этот классический виски благодаря особой технологии двойной выдержки обладает мягким вкусом с нотами кокоса. Дарите этот восьмилетний шотландский виски по важному поводу и без… за колорит. Очередной дипломатический скандал приводит к разрыву отношений Великобритании и СССР. Главный враг теперь – глава британского МИДа Остин Чемберлен. Мир еще не залечил раны, нанесенные Первой мировой войной, а империалисты уже готовились к следующей. Советская пропаганда уверяет населению – вот-вот начнется война, и ее угрозой оправдывает новое ужесточение режима. Лондон давно упрекает Москву, что та ведет антибританскую деятельность на территории королевства. Наркомат иностранных дел уверяет – планы мировой революции вынашивают Коминтерн и партия большевиков. Государственная власть тут ни при чем. Но Чемберлен называет Политбюро настоящим правительством России. После обысков в советских торговых офисах в Лондоне министр заявляет о найденных доказательствах подрывной работы через британские профсоюзы и коммунистов. Сыщики английской охранки вскрыли, а затем унесли с собой почту торгпредства. Затем были сфабрикованы документы, на основе которых правительство английских консерваторов стало обвинять СССР в антибританской деятельности. Парламент поддерживает полный разрыв отношений с СССР. Москва называет это Организацией военной интервенции. Иди по республике, тревожная весть. Фронта нет, но опасность есть. В пропагандистской кампании «Вот-вот война» участвует лично Сталин. Раз будем воевать, значит, нужно иметь прочный тыл. А чтобы укрепить тыл, надо обуздать оппозицию. В том же 1927-м вводят 58-ю статью Уголовного кодекса «Контрреволюционная деятельность». Ее теперь будут применять при политических репрессиях. Европа еще не отошла от Первой мировой. Война там очень непопулярна. Нарком иностранных дел Чичерин вернулся в СССР после лечения в Германии и вспоминал потом. «Никто не собирается нападать на нас, говорил я. Один сотрудник просветил меня. Нам это известно, но мы должны использовать эти слухи против Троцкого». Вся страна участвовала в сборах средств на строительство самолетов. Одна из эскадрильей, построенной на средствах трудящихся, называлась «Наш ответ Чимберлену». Время идет, а война все не начинается. Отношения с Великобританией восстановят через два года. Управление общественной истерией подтверждено и отныне станет правилом. Товарищи, международная обстановка. Наш ответ Чимберлену – господство. А я его побил за гири. В июне 1927 года в Варшаве застрелен посланник СССР в Польше Петр Войков. Советская пропаганда связывает тогда убийство дипломата с угрозой скорой войны. Подвиньтесь, паны, мы ищем тех, кто револьвер-убийцы наводит на нас из-за вашей спины. И видим на плитах, что кровью намокли, стоит за спиной Чимберлен в монокле. Для истории окажется важнее членство покойного в Уральском совете, который решил расстрелять царскую семью. Имя Войкова и в 21 веке будет вызывать споры. Именно из-за цареубийства посланника Войкова не приняла Канада. Поляки поначалу тоже возражали, потом согласились. Войков застрелен на центральном вокзале Варшавы, где он встречал возвращавшегося в Москву коллегу из Великобритании. Выстрелом в спину сражен советский посланник в Польше Петр Войков. Убийца, 19-летний Борис Коверда, заявит, я отомстил за Россию. Его семья насмотрелась на красный террор, живя в Самаре. О причастности своей жертвы к гибели Романовых Коверда не знал. На польской каторге он проведет 10 лет. Живущий в эмиграции поэт Константин Бальмонт напишет стихотворение «Люба мне буква Ка». В честь Каплан, стрелявший в Ленина, Канегиссера, убившего Урицкого, Конради, убийцы Воровского и Коверды. Они пали от рук контрреволюционеров. Советская пресса заявляет, что Войков пал жертвой белогвардейского заговора и империалистических агентов. Посланника хоронят у Кремлевской стены, в отместку за Войкова в Москве казнят 20 человек из бывшей знати. Станция Войковская. Имя погибшего дипломата в 1960-х присвоят станции московского метро. После социализма начнутся споры. Войковская. Это в память о палаче или о герое страны Советов? Следствие установит, что буквально цареубийцей Войков не был. Он голосовал за казнь. И как химик по образованию обеспечил расстрельную команду серной кислотой, чтобы ею обезобразить трупы и затруднить их опознание. Станция метро свое название сохранит. Новые практики личной жизни фиксирует даже игровой кинематограф. В 1927 году выходит фильм «Абрам Рома. Третья Мещанская». Сценарий написан после заметки в «Комсомольской правде» про семью двух комсомольцев и одной комсомолки. Вольности в среде городской молодежи 1920-х потом назовут «Первой русской сексуальной революцией». Большевики приравняли сожительство к законному браку и первыми в мире разрешили аборт по желанию женщины. Развод возможен по устной просьбе одного из супругов, без суда. Внебрачные дети и рожденные в браке уравнены в правах. Видная большевичка-феминистка Александра Калантай описала форматы современной личной жизни. Приходящая свободная связь, тайный адюльтер в браке, открытое сожительство, брак парный, брак втроем и вчетвером. Самая обсуждаемая в элите любовь втроем Владимир Маяковский, Лиля и Осип Брики. Их даже считали прототипами героев фильма «Третья Мещанская». Но это в кино героиня не решается прервать беременность, не зная, кто отец будущего ребенка. В жизни в СССР на одни роды приходится три официальных аборта. С 1922 года по 1928 число разводов вырастает в шесть раз. В следующем десятилетии революционный задор сменят традиционные семейные ценности. И прежние вольности, аборты, порнографию, мужеложство криминализируют. Сталин окончательно изгоняет из политики своих конкурентов за власть. Троцкого и тандем Зиновьева с Каменевым. Но бывшие вожди до сих пор не понимают, что внутривидовая борьба коммунистов, как и классовая, идет на уничтожение. Недавних соправителей страны Троцкого, Зиновьева и Каменева пропаганда именует левым уклоном от генеральной линии, воплощаемой генеральным секретарем. Внутри правящей верхушки, прикрывавшейся лозунгом единства, шла борьба за власть. Борьба не на жизнь, а на нас. Они оспаривали сталинский тезис о построении социализма в отдельно взятой стране. Зиновьев, опасность роста новой буржуазии есть. И борьба между нами и ими только начинается. То кого? Мол, Россия не справится сама без мировой революции. Оппозиционеры против капитализма НЭПа и за внутрипартийную демократию. Так они критикуют аппарат, главную опору Сталина. Оппозиция требует выполнить завещание Ленина. Сместить Сталина с поста генерального секретаря. На десятилетие Октябрьской революции уклонисты выходят со своими лозунгами на улицы в Москве, Ленинграде и Харькове. Мы не видим лиц Сталина и Бухарина, стоящих на мавзолее, но, надо полагать, они довольны. Как довольны Рыков и Киров в Ленинграде. Там, в Питере, демонстрации сторонников оппозиции разогнаны. Власть разгоняет вчерашних товарищей. Это последняя неофициальная демонстрация в СССР. На 15-м съезде Сталин при поддержке Бухарина и его сторонников добился исключения участников троцкистско-зиновьевского блока из рядов Всероссийской коммунистической партии большевиков. Троцкий, Зиновьев и Каменев исключены из партии. Их сторонники вычищены со всех постов. По стране наказаны около 10 тысяч сочувствующих. В Кремле воцаряется недолгий дум Верат Сталина и Бухарина. Зиновьев и Каменев покаются и будут восстановлены в партии. Потом снова исключены и снова восстановлены. Непримиримого Троцкого отправят в ссылку, а потом вовсе вышлют из страны. Позже Сталин разгромит уже правых уклонистов. Деятели обоих уклонов, оставшиеся в СССР, будут позже казнены. Изгнанник Троцкий переживет их ненадолго. Я чекал. Это наиболее партийный из всех советских органов. Они бодилами и брызгами. Позвари по человеческой хитрости. Слово за лет стало популярным. И честные такие были мнения. Станция Войковская. Осторожно, двери закрываются. Это по поводу покупки самолета. Вы сделали нам скидку. Я сделал вам скидку, мистер Шульц? Да, сэр, конечно. А кто такой мистер Шульц? Вы, судя по всему, здесь написано О.В. Шульц. Наши подтяжки держат ваши брюки. О, я извиняюсь, сэр, я тебе ошибся. Простите, сэр, нету визитку в этой щел. Я Чарльз Линдберг. В мае 1927 года американец Чарльз Линдберг первым в истории в одиночку совершает трансатлантический перелет. 5800 километров из Нью-Йорка в Париж он преодолевает за 33 с половиной часа. На аэродроме Ле-Бурже его встречает 150-тысячная толпа и полчаса несет на руках. 25-летний летчик – новый главный герой эпохи бесстрашных авиаторов. Ты читал газеты? Нет, а в чем дело? Вустер и Дэвис, они закончили. Что, испытали уже? Разбились. Летели с полным баком. Испытывали. Прежде при попытках одолеть маршрут Нью-Йорк-Париж погибло 6 летчиков. Решив рисковать в одиночку, пилот американской почтовой службы Чарльз Линдберг тратит личные сбережения и берет кредиты. Построен одномоторный моноплан, облегченный, чтобы взять больше топлива. После рекордного полета капитана Линдберга производят сразу в полковнике. Журнал «Тайм» вводит конкурс «Человек года» и первым лауреатом выбирает Линдберга. Где бы я ни был, на каждой встрече звучали одни и те же слова. Мне говорили, мы хотим выразить вам любовь народа Франции к американскому народу. Знаменитость продолжит летать за штурвалом по всему земному шару, часто вместе с женой Анной. Однажды по дороге с Аляски в Японию они остановятся на Камчатке. А в 1933 году посетят Ленинград и Москву. В 1927 завершается строительство здания газеты «Известия» – еще одного памятника советского конструктивизма. Перекрытия создают ритмическую сетку окон. Функциональность здания подчеркивает асимметричный фасад. Жилой комплекс бизнес-класса «Селегер Сити» от девелопера «МР Групп» и нидерландского архитектурного бюро «МЛА Плюс» – пример авангардистского подхода к проектированию. Выразительная архитектура и максимальная функциональность. Корпуса первой и второй очереди жилого комплекса уже сданы. Третья – в продаже. Отличная транспортная доступность. Две минуты пешком до метро «Селегерская». Для автолюбителей удобный выезд на Дмитровское шоссе. Собственный парк размером с четыре футбольных поля. Уже готов. Здания разной этажности названы именами русских и нидерландских живописцев. Репин, Брюлов, Рембрандт, Рубенс и путешественников. Беринг и Баренц. Ван Гог и Кандинский. Высотные корпуса третьей очереди. Витражное панорамное остекление и потолки выше четырех метров. Концепция благоустройства территории комплекса от бюро «Вау-хаус». Авторов проекта реконструкции парка Горького и Воробьевской набережной. Детские и спортивные площадки, зоны отдыха, пруд с благоустроенной набережной и мостом, дизайнерские входные группы от европейского бюро «Бленк Аркитектс». Квартиры сдаются с предчистовой отделкой «МР Бейс» или с готовыми дизайнерскими решениями в светлых или темных тонах. Жилой комплекс «Селегер Сити» от девелопера «МР Групп». Нидерландская архитектура в российской столице. В 1927 году советская власть справляет свое десятилетие. Складывается мифология революции 1917 года. Часть ее сняты к юбилею новый немой фильм Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Он в живых картинах показывает, как тогда победили большевики. События 1917 года реконструированы в естественных декорациях Ленинграда, где с тех пор внешне почти ничего не изменилось. Июльскую демонстрацию расстреливают на углу Невского и Садовой, разъезжают по улицам броневики, бьют пушки Петропавловской крепости и крейсера «Аврора». В фильме нет привычных ролей. Это все массы рабочих, солдат, юнкеров. С новой силой звучит тема революции в его фильме «Октябрь», где впервые на экране был воплощен образ Ленина. Впервые в художественном кино на экране появляется Ленин. Его изображает внешне очень похожий рабочий Василий Никандров. Сам себя, как члена штаба восстания, играет Николай Подвольский, председатель юбилейной комиссии, заказавший фильм. Выход в прокат задерживают, чтобы вырезать из фильма Троцкого и Зиновьева. Раз их больше нет в политической жизни, значит, и тогда не было. Издевательски показаны Керенский и Женский батальон – последние защитницы Старого мира. Зимний дворец в 1917-м взяли почти бескровно, зайдя во внутренний двор с Невы. В 1927-м снимают целый штурм с эффектной атакой из арки главного штаба и битвой внутри вражеской цитадели. Кадры Эйзенштейна потомки будут использовать как документальную хронику. Вот так оно все было. Великая Октябрьская социалистическая революция стала переломным событием всемирной истории. Святейший патриарх Тихон. Трудными были годы его правления. После некоторых колебаний патриарх правильно оценил сущность происходивших в России перемен и положил начало установлению нормальных отношений между церковью и советским государством. После кончины в 1925 году патриарха Тихона выборы нового главы русской православной церкви советская власть не допускает. Патриарший местоблюститель митрополит Петр находится в ссылке. Его заместителя чекисты заставляют выпустить компромиссную декларацию. Через 10 лет после революции митрополит Сергий впервые заявляет о лояльности церкви советскому режиму, призывая к тому же клир и пасту. Это позволит зарегистрировать в СССР церковное управление, но мира с властями не обеспечит. Декларацию отвергнет часть священнослужителей и верующих в стране, а раскол с церковью за границей только усугубится. Накануне митрополита Сергия держали в заключении более четырех месяцев. Редактор, если не соавтор окончательного текста, чекист Евгений Тучков, секретарь большевистской антирелигиозной комиссии. Вину за враждебные до сих пор отношения с властью декларация целиком возлагает на церковь. Еще больше виновны эмигранты. Ныне разрешен Временный Синод, за что выражена благодарность Господу и советскому правительству. Сформулирован принцип дальнейшего сосуществования с властями. Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи. Часть клира и мира принимает декларацию как вынужденную, мол, а иначе при большевиках не выжить. Из критиков громко звучит голос митрополита Иосифа. «Пусть эти распоряжения приемлет одна всетерпящая бумага, да всевмещающий бесчувственный воздух». По имени Иосифа, несогласных зовут иосифлянами, в регионах до двух с половиной тысяч таких приходов. В своих богослужениях они, вопреки запретам, поминают арестованных иерархов и не поминают советское правительство. Из сибирской ссылки Сергию пишет и епископ Глуховский Дамаскин. «За что благодарить? За неисчерпаемые страдания последних лет?» Самые непримиримые уходят в катакомбную церковь, как первохристиане в Древнем Риме. Окончательный раскол теперь с русским зарубежьем. Для него сергианство, вероотступничество, подчинение большевистскому антихристу. Чекисты освободят несколько сотен священников. Рушить способен каждый. Создавать избранные. Поэтому призвать к разрушению так легко. Но вскоре закрытие уже всех монастырей, новые отъемы храмов и ликвидации приходов превратят в фактических катакомбников и миллионы сергианцев. Патриархия не вступится за них. Напротив, от имени Сергия выйдут заявления о свободе церкви в СССР. В ГУЛАГе погибнут и патриарший местоблюститель митрополит Петр, и митрополит Иосиф, и епископ Дамаскин, и пятеро из восьми подписавших декларацию членов Временного Синода. В 1927 году в США казнят двух рабочих активистов Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти, бездоказательно обвиненных в убийствах и ограблении. Компания «Солидарности» шла несколько лет во всем мире, но только в СССР. Она государственная и продолжится даже после смерти пролетариев. Эмигранты из Италии, рабочие анархисты Сакко и Ванцетти вели расследование гибели своего соплеменника в полицейском участке и сами были арестованы. По версии следствия, Ванцетти участвовал в попытке ограбления, а при другом нападении он и Сакко застрелили двух человек. Прямых улик нет, свидетели путаются в показаниях, алиби игнорируются, у суда явное предубеждение против политических взглядов и национальности подсудимых. В июле 1921-го вынесен смертный приговор. Признают ли суд присяжных, будучи под присягой, что обвиняемые Николой Сакко и Бартоломео Ванцетти виновны в убийстве первой степени? Да. Таков ваш вердикт, сеньор-председатель? Таков наш вердикт. Дело вызывает мировой резонанс. Борьба за Сакко и Ванцетти продолжается 6 лет. Адвокаты требуют апелляций. Это всё, что осталось от дома судьи Вебстера Тайера. Миссис Тайер получила лёгкое ранение, судья не пострадал. Во взрыве обвиняют коммунистов-радикалов, сочувствующих арестованным за убийство в 2020 году Сакко и Ванцетти. Анархисты устраивают беспорядки в Америке и Европе, демонстрации идут по всему миру. С призывом сохранить жизнь двум католикам выступает Папа Римский. Манифестанты в Бостоне безуспешно штурмуют тюрьму, где содержатся приговорённые. 23 августа 1927-го их казнят на электрическом стуле. В СССР в честь рабочих вожаков называют улицы в десятках городов. И московскую фабрику, выпускающую почти все карандаши в стране. Миллионы советских детей будут рисовать, видя на карандашах золотистое тиснение. ФК им Сакко и Ванцетти. Позднейшие американские исследования поставят под сомнение невиновность активистов. В 1977-м губернатор штата Массачусетс издаст постановление о несправедливости приговора. Вот у меня копия обращения, подписанная губернатором штата, где он говорит, это позорное клеймо будет навсегда стёрто с имён Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти, а также с имён их семей и их потомков, а значит, и с имени штата Массачусетс. Ещё не скоро попадёт на работу директор завода, но своему секретарю он может позвонить. Начиная с Ленинграда, в 1927 году на улицах городов ставят телефонные будки. Сняв трубку и опустив в аппарат тогдашнюю десятикопеечную монету, звонящий соединяется с телефонисткой. Официальное название этого уличного гаджета – таксофон, то есть устройство для платных звонков. Но с приходом автоматической телефонной связи приживётся народное – телефон-автомат. В больших столичных коммуналках телефоны остались от дореволюционных хозяев этих барских хором. Но в подвалах, чердаках, бараках, где теперь тоже живут люди, телефонов нет и не предвидится. Да и когда разовьётся жилищное строительство, прокладку телефонного кабеля придётся ждать годами. Связь спальных районов обеспечит уже тысячи будочек на углах свежепроложенных улиц. Звонки станут стоить 15 копеек. Свет, алё! Вы не разменяете? Не разменяйте. Разменяйте, пожалуйста. Сейчас посмотрю. После деноминации 1961 года цену округлят до двух копеек, и двушки будут особо беречь. Даже при наличии на АТС свободных номеров поставить телефон подчас невозможно. Ведь каждая пара проводов в кабеле обслуживает только одного абонента. До конца социализма свой аппарат не заимеет и половина городских квартир. 19 тысяч ленинградцев уже сообщили или скоро сообщат своим друзьям. Поздравьте нас, у нас телефон. А в других районах города новосёлы пока ждут. По-русски в мирное время автомат значит, во-первых, уличный телефон, а во-вторых, оружие. Как незаменимое устройство для заветного разговора его воспоют шлягеры нескольких десятилетий. Я вхожу в автомат ночной, Этот свет, как тревожный взгляд, Набираю номер я твой, И сигналы к тебе летём. Плачет девушка в автомате, Кутая, зябкая пальцецом. Что переждать не сможешь ты? Трёх человек О автомат. Вот как захочешь Теплоты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это наиболее партийный из всех советских органов. Они под силами и признаны. Позвари по человеческой хитрости. Слово совет стало популярным. И честны такие будут мнения. Франция Войковская. Осторожно, двери закрываются. Высшее руководство страны, политбюро, зачислен Валериан Куйбышев. Карьера у него недолгая. И больше, чем его дела, потомки будут знать его фамилию по множеству наименований и переименований. Предприятий, вузов, колхозов, улиц, поселков и одного из крупнейших городов РСФСР. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы хотим поручить вам техническое руководство строительством гиганта советской металлургии в Кузнецке. Сразу перешел к делу Куйбышев. Куйбышев возглавляет Высший совет народного хозяйства. Куда входят несколько тысяч предприятий. Собравшийся в декабре 1927 года 15-й съезд ВКПБ принял решение о разработке первого пятилетнего плана. Далее пост замглавы правительства и руководство госпланом СССР, который при Куйбышеве превратится в тотальный штаб социалистической экономики. Когда и где, какому предприятию быть, чего, сколько и для кого производить. В кабинете председателя ВСНХ Куйбышева как в фокусе сходились главные направления политики партии. План первой пятилетки официально перевыполнят. На самом деле многое останется на бумаге. А вскоре 46-летний чиновник умрет от сердечного приступа. По вождистскому статусу члена политбюро его имя увековечит в самых разных названиях. Командные кадры инженерных войск готовит военно-инженерная ордена Ленина Краснознаменная академия имени Куйбышева. На заводе НКПС имени Куйбышева строгальщиком механического цеха работает стахановец Иванов. Празднично отметили в совхозе имени Куйбышева отправку первого каравана «Дынь». Более полувека Куйбышевым пробудет Самара. Куйбышев – город рабочий. Поэтому в дневные часы на улицах его пустынно. Хотя проживи этот деятель дольше, еще неизвестно, как бы сложилась его судьба. Младшего брата Николая Куйбышева, командующего Закавказским военным округом, расстреляют при большом терроре. В отряде партизан-дальневосточников встретил Фадеев людей, которые послужили прообразами героев романа. Левенсона, Бакланова, Метелицы. В 1927 году выходит первый роман Александра Фадеева «Разгром». Книга про таежный партизанский отряд полна горячей веры в борьбу за правое дело. Тема, ее трактовка, биография автора обеспечивают произведению репутацию образцового. Несколько поколений советских школьников будут отвечать на экзаменах про образы коммунистов в романе Фадеева «Разгром». Александр Фадеев «Разгром». Экой непроходимой путаник думал Левенсон, мягко и осторожно ступая в темную траву и часто пыхая цигаркой. Фадеев воевал в Гражданскую, у него два ранения и мандат делегата съезда партии. Он верит в правоту указания Ленина. Литература должна стать партийной. Это когда власть решает, какие книги и писатели нужны, а какие нет. Большие задачи духовного воспитания советских людей партия возложила на своих верных помощников – писателей. Молодой автор войдет в руководство Ассоциации пролетарских писателей, а затем Союза писателей СССР. Идейную литературу таких начальников прозовут секретарской. В мою 19-й армию прибыли наши уважаемые писатели товарищ Шолохов, товарищ Фадеев, товарищ Петров. После войны Фадеев – генеральный секретарь Союза писателей, то есть министр литературы, участвует во множестве репрессивных кампаний. Пользуясь случаем, передать свой самый сердечный привет нашему лучшему другу и самому взыскательному критику советскому читателю. По указанию Сталина он перепишет и свой, уже опубликованный роман «Молодая гвардия», усиливая роль партии в подпольной борьбе с фашистами. Но новый заказ власти – роман «Черная металлургия» – окажется неисполнимым. После смерти Сталина Фадеев перестанет быть главой писательского союза. Шолохов так оценит его карьеру. Не имеем ни генсека, ни писателя. Фадеев покончит жизнь самоубийством. В Китае была в разгаре народная антифеодальная и антиимпериалистическая революция. Третий год там шла гражданская война. И третий год международная реакция пыталась потопить в крови народную революцию. В нестабильном Китае у СССР сразу два союзника. Движение «Гоминьдан» под руководством Чанкайши считается антиимпериалистическим. При нем состоят военные и политические советники из Москвы. В становлении «Гоминьдана» активное участие принимали видные деятели советского государства, коммунистической партии, Красной армии. Партия китайских коммунистов – еще один союзник, но менее влиятельный. В 1927 году Чанкайши громит коммунистов. Советники бегут из Китая, некоторых советских дипломатов казнят. При участии Блюхера, генерала Галина, как его называли тогда в Китае, он на снимке в полевой форме войск «Гоминьдана», разрабатывались планы операции по освобождению городов и провинций от власти милитаристов и феодалов. Армия Чанкайши с советниками из СССР ведет северный поход. За объединение Китая. Китайские коммунисты по советскому плану поднимают упреждающее восстание в Шанхае. Рассказывают, что в театре Мейерхольда в тот день спектакль был прерван. На сцену вышел кто-то из актеров и провозгласил. Товарищи, взят Шанхай! Войдя в город, Чанкайши объявляет военное положение и начинает шанхайскую резню, в которой гибнет несколько тысяч коммунистов и их сторонников. Аресты и казни прокатываются по другим регионам. Кремль объявляет Чанкайши предателем. Потом коммунисты поднимают восстание в Кантоне. Гаминьдан подавит и его. Считая подстрекателем тамошнее консульство СССР, Чанкайшисты расстреляют пять его советских сотрудников и семь человек из китайского персонала. ВЫСТРЕЛ Сам Чанкайши станет правителем всего Китая. Наша цель – создать в Китае то, что известно как правление народное, волей народа и ради народа. К концу 1930-х Чанкайши ненадолго помирится с коммунистами и будет союзником СССР в войне с Японией. Но после Второй мировой в Китае возобновится гражданская война, которую Чанкайши проиграют. Народная площадь Пекина может вместить только миллион человек. Но сердца сотен миллионов людей Китая сегодня здесь, на этой площади. Сегодня над древним городом взовьется флаг, помытый кровью солдат революции, победно пронесенной коммунистической партией Китая сквозь 29 лет борьбы. Победители-коммунисты во главе с Мао Цзэдуном создадут на континенте Китайскую Народную Республику. Чанкайши, поддерживаемый Соединенными Штатами, удержится на острове Тайвань. Иван Шадр, автор скульптур, изображенных на советских деньгах. В 1927 году создает эталонный образ героя русской революции. «Булыжник. Оружие пролетариата». Рабочий, красноармеец, сеятель. Олегорических героев Шадра граждане знают по банкнотам, гособлигациям и почтовым маркам. Нужны советские эмблемы на новых денежных знаках. Шадр создает известные скульптуры, рабочие и красноармеец, сразу же появившиеся на первых денежных купюрах. Мертвого Ленина скульптор извоял античным героям. А вообще, шадровская Лениниана будет насчитывать 16 произведений. Но главное произведение было впереди. И вот в 1927 году Иван Шадр создает скульптуру «Булыжник. Оружие пролетариата». В годы революции оружием для рабочего часто был вырванный из мостовой камень. «Булыжник. Оружие пролетариата» – воплощенный к десятилетию Октябрьской революции знаменитый лозунг. Гегемон вот-вот бросит огромный камень и разобьет на осколки весь старый мир. Доходчивый памятник могильщику капитализма воспроизведут в скульптурных копиях, на плакатах и значках. По экспрессии и силе это советский дискобол. А Шадр сотворит еще и советскую Венеру – девушку с веслом. В 1927 году в Нью-Йорке сразу две пластинки с песней «Чубчик» выпускают уроженцы Российской империи Муня Серебров и Давид Медов. Это первые записи суперхита, которые перепоют самые разные эмигрантские исполнители. Авторы неизвестны. Песня явно с юга бывшей Российской империи, видимо, из Одессы. Про то, что случилось с обладателем «Чубчика», есть лишь в записи Муни Сереброва. Из-за бабы скверной и лукавой сам всадил товарищу Янож. Герой был схвачен за тот самый «Чубчик» и приговорен к 20 годам. Прочие исполнители по ножовщину потом пропускали и от «Чубчика» сразу переходили к каторжному финалу. Сибири не боюсь, а Сибирь ведь тоже русская земля. На родину песня вернется в 1939-1940 годах, после присоединения западных территорий с трофейными, как тогда говорили, пластинками Петра Лещенко. В 1990-х Борис Гребенщиков выпустит целый диск «Чубчик». Разумеется, с бессмертным шлягером в том числе. Да он и до сих пор жив. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый, развивайся, чубчик, на ветру. Раньше, чубчик, я тебя любила, и теперь забыть я не могу. Раньше, чубчик, я тебя любила, и теперь забыть я не могу. Раньше, чубчик, я тебя любила, и теперь забыть я не могу. Раньше, чубчик, я тебя любила, и теперь забыть я не могу. Раньше, чубчик, я тебя любила, и теперь забыть я не могу. Раньше, чубчик, я любила, и теперь забыть я не могу. Раньше, чубчик, я тебя любила, и теперь забыть я не могу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok События, люди, явления, определившие образ жизни То, без чего нас невозможно представить Еще труднее понять Вы смотрели «События, люди, явления» 1927 года Следующая серия – год 1928 Открыт пенициллин Сталин едет в Сибирь Тихий дон – эпос русского 20 века Новые враги, вредители и процессы над ними Довженко снимает украинское кино В Арктике спасена экспедиция Нобеля В Москве строит Ле Корбюзье Остап Бендер ищет 12 стульев До следующей серии и следующего года Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова